Я хочу сказать, что жизнь — это процесс, процесс, который течёт во всей Вселенной. И наши маленькие жизни маленькими ручейками втекают в этот процесс. Наши жизни втекают, как ручейки в этот процесс, в этот океан текущей жизни, исчезают, мы снова появляемся в рождении, снова входим. И так течёт вечность. Наблюдая явления жизни, которые нам даны в ощущениях, мы пытаемся постичь смысл, цели, внутренние механизмы этих явлений. Ведь мы же погружены в эту реку, реку жизни, и зависим от всех её прихотливых течений, дарующих порой блаженство, а зачастую таящих гибель, независимость, свобода, богатство, счастье. Вот о чём, хотя человек мечтает о счастье, но часто даже не понимает, что такое счастье. Для каждого человека счастье звучит по-разному, индивидуально. Каждый человек счастлив по-своему в этой жизни. Но об этом мечтает человек, пытаясь стать хозяином жизни. Устраивает революции, разрушает преграды, убегает от опасности. Но только глубже уходит в лабиринт проблем. Потому что борьба с врагами и препятствиями – это борьба с явными следствиями тайных причин. А следствия эти неисчислимые, так как причины порождают их снова и снова. Освобождение от зависимости, в конечном итоге, любая свобода, обретается только через познание сути. Ибо только знание внутренних закономерностей, движущих эти процессы, может дать в руки рычаги управления этим процессом, этим космическим кораблем под названием «Жизнь». Углубляясь в суть человеческой жизни, мы видим, что она вся подчиняется кодам и символам. Начиная от генетического кода, придуманного не нами, но которому мы обязаны всем нашим бытием в этом мире, и заканчивая также кем-то придуманными, сложными, символическими программами социальных игр, следуя правилам которых наша цивилизация уверенно катится к небытию. Следуя ее правилам, воля к жизни порождает желание перехватить штурвал, перехватить инициативу, повернуть штурвал вверх, но вначале придется понять, как работает пульт управления. Любое бытие, как мы знаем, определяется чьим-то сознанием. Как в марксизме и ленинизме было сказано, бытие определяет сознание. Но это бытие определяется чьим-то другим сознанием. И развитие любого сознания определяется этим бытием, создающим условия для развития этого сознания. Вопрос, что первично, что вторично, не имеет однозначного ответа, поскольку во Вселенной существует непрерывная, взаимосвязанная цепь эволюции сознания, выстраивающая вертикаль в ступенчатой пирамиде иерархии разума. Само бытие Вселенной, собственно говоря, и подчинено цели создания условий для эволюции сознания. То есть вся материя, которая существует во Вселенной, как я уже рассказывала вам в прежних своих беседах, вся эволюция Вселенной, цель ее – это всю материю превратить в сознание для разума. Потому что разум нуждается в сознании. Разум без сознания слеп. Поэтому и наше тело – это тоже сознание в потенции. И когда мы достигаем вершин своего здесь развития и познания этого мира, то вершиной нашего развития будет перевод полностью всего нашего тела в сознание. Кстати, Циолковский тоже говорил, что итог развития человечества – это перевод его в состояние светящегося света. Так и должно быть. Само бытие Вселенной, как уже мы сказали, подчинено цели создания условий для эволюции сознания. Каждая верхняя ступень в иерархии разума способствует развитию нижней ступени, осуществляя принцип, цель каждого мыслящего – поднимать до уровня своего сознания низших по разуму. И все это обусловлено законом Вселенной. И именно на этом зиждется иерархия разума на нашей планете, которая, собственно, определяется варнами. Варны – это естественное определение эволюции сознания. Дело в том, что враги человечества очень сильно постарались раздуть характерные качества нижних варн и сказать, почему это вы нижняя варна, а те, чем лучше вас. А в результате возникают революции, возникают бунты всякие. А почему? Ну, давайте детям скажем, почему вы, дети, слушаться должны своих родителей. А потому что вы, дети, и должны слушаться родителей. И это естественно. Кстати, если мы с вами вспомним, если мы с вами вспомним начало 90-х годов, когда нашу страну разрушали, и разрушали очень последовательно и беспощадно, я очень хорошо помню этот эксперимент в школах, когда дети выбирали себе классных руководителей, когда дети выбирали себе директора школы, зауча. Вот это грубейшее нарушение иерархического порядка. И править должны именно высокоэволюционные люди, которые получили прекрасное образование для этого. Кухарка не может управлять государством. Мы уже это увидели. Мы уже видели с вами этот опыт управления кухарок. Поэтому нужно, чтобы все стало на свои места. Поэтому все обусловлено великим законом Вселенной. Все в мире должно находиться на своем месте, выражая всеобщим множеством полную гармонию. Вы, наверное, помните, но сейчас, наверное, молодежь-то не читает даже эти книжки, которые читали нам в детстве. По-моему, это было у Чуковского, у Корнея Чуковского было, где дети стали управлять родителями. И что получилось в результате? Праздник непослушания. Праздник непослушания. Да, праздник непослушания. Вот мне подсказывает код Баюн. Праздник непослушания. Праздник непослушания, да. Поэтому... А ведь это просто детская книжка. А ведь мы живем не в детском мире. Мы все-таки в мире живем серьезном. И поэтому все-таки все в мире должно находиться на своем месте и выражаться всеобщим множеством в полной гармонии. И так все обусловлено великим законом Вселенной, которому Вселенная и все ее содержание обязаны возникновением и развитием в общем и во всех частностях. Иными словами, Бог или Абсолют, высший разум создал мир и человек не от того, что он соскучился, да, и человека, и создал он не от того, что он соскучился, пребывая в какой-то пустоте и в темноте. Бог, высший абсолютный разум, творческим проявлением своего опыта создал и непрерывно созидает Вселенную, в лоно которой он помещает своих детей, индивидуальный разум, а индивидуальный разум, развиваясь и восходя к своему отцу в процессе эволюции своего сознания, переводит материю Вселенной из костного состояния в сознательное. Вот так именно происходит превращение костной материи, то есть энергии нулевой энергии, в энергию мыслящую, энергию сознания, энергию которой уже пользуется разум. Вся материя есть сознание в потенции, и ее масса способна стать силой разума. Великий закон является генетическим кодом Вселенной и обеспечивает гармонию космоса. Но только в условиях гармонии может идти процесс эволюции. Я хочу сказать, что вот разум здесь и далее во всем нашем учении это высшие субстанции во Вселенной, создающие процесс эволюции материи и сознания. Индивидуальный разум человека дает ему самосознание, стремление и способность к духовному развитию, к эволюции. Ты – это его высшее Я, это Атман. То есть мы есть разум, заключенный в эту материю, познающий себя и познающий этот мир. И наша задача всей нашей жизни заключается именно в этом – познание и осуществление познанного для получения опыта. А опыт – это главная жемчужина, которую мы уносим с вами, уходя из этого мира. В нашей Солнечной системе процесс эволюции разума был прерван вследствие нарушения Великого Закона 18 тысяч лет назад. Это привело к затемнению отпавших от Великого Закона индивидуальностей, иерархия которых сформировалась в темную, демоническую, перевернутую пирамиду, опирающуюся вершиной на Сатурн. То есть демоническая пирамида в нашей Солнечной системе уходит в Сатурн. Это главный черный иерарх Вселенной, но он, можно сказать, лишен творческих сил, он находится в мощном ограничении, и эти кольца, которые вокруг него, как раз и есть ограничительные кольца силы, которые не дают ему развернуться. Очень много было попыток сделано все-таки развернуть эти кольца, но это не удалось, а сейчас это не удастся. Тем более, потому что сейчас вообще уже, можно сказать, только, наверное, наша система переживает вот эти последние минуты Армагеддона, последние минуты битвы Тьмы и Света. Для нас, конечно, для людей это очень большой срок, но для Вселенной это просто мгновение. А темная пирамида живет за счет вампиризации нижних планов, потому что темная пирамида не может перерабатывать энергию великого закона. Она может питаться только энергией, которую она получает от человека. Люди получаются как батарейки, которые накапливают эту энергию, а темные с помощью особых механик, о которых мы и будем говорить, которые есть как раз из атерика, с помощью этих механик, они эту энергию высасывают из людей и питаются этой энергией. Потому что энергия великого закона вследствие ритмовой своей несовместимости их разрушает. Самый доступный источник легкоусвояемой энергии для темных – это люди. Их сообщества, над которыми они играют, имеют огромную власть. Однако, чтобы не попадать под прямое действие закона кармы, они редко проявляют эту власть, стараясь творить зло руками самих людей, побуждая их нарушать великий закон по собственной воле. То есть, если кто помнит мастера Маргариту, когда Маргарита, увидев эту бедную Фриду, удавившую своего ребенка в лесу, она спросила, а где же этот трактирщик? Почему она одна? На что ей ответили, мадам. Но ведь не трактирщик же давил ребенка, душил ребенка в лесу. То есть, понимаете, те, кто заставляют людей совершать преступления, они, в общем-то, очень мало на них падает силы закона кармы. А вот те, кто совершают преступления, они отвечают за свои преступления по полной программе, по полной мере. А темные иерархи, они очень хорошо знают великий закон, и поэтому стараются всячески обходить острые углы. И делают все свои грязные дела руками людей. Темная иерархическая пирамида – это болезнь нашего мира. На ней стоит ограничитель, и она обречена на раскрутку, то есть на распад до нуля. Я еще раз хочу сказать, что очень многие люди говорят, что они так сумели внушить людям, что они необходимы, что очень многие уверены совершенно, что добро и зло борются, и на этой борьбе, собственно, основана вся жизнь. Ничего подобного. Такой борьбы добра и зла нет. Это как раз-таки темная пирамида убедила людей в том, что они необходимы. Они убедили всех людей в своей необходимости. Но этот процесс, процесс очищения космоса от темного начала, для человека имеет большую длительность, поскольку человек живет в частых ритмах плотной материи физического плана, и ритмы высшего разума для него приобретают характер вечности. приобретает характер вечности. Ну, мы можем с вами видеть, действительно, ведь вот чем человек живет, ну, в среднем где-то сто лет, скажем так. Чем ниже уровень развития, тем чаще ритм, и продолжительность жизни короче. Ведь даже если мы посмотрим на человек, даже, смотрите, если мы посмотрим на наше сообщество, то люди, занимающиеся умственным трудом, которые эволюционируют, они дольше сохраняют молодость, они дольше живут. Вот мы возьмем таких великих ученых, как Вернацкий, возьмем такого умницу и творческого человека, как Бернард Шоу, который 94 года прожил. Лев Толстой тоже прожил немало. То есть они же, ну, где-то вот укладываются как раз в 100 лет, в век, который, собственно, для человека отмерен. А если мы возьмем дикие народы, то они живут в 60 лет, они уже глубокие старики, и где-то к 70, но редко кто заживает. Ну, а если мы возьмем с вами животных, то животные живут еще меньше. Вот наши любимые кошечки и собачки живут очень мало к нашему, так сказать, к нашей печали и огорчению. А если мы возьмем насекомых, то есть насекомые вообще однодневки. Они живут один день. Вот такой частый ритм. А насекомые живут всего один человеческий день. Некоторые насекомые даже не имеют ротика для того, чтобы кушать, потому что они свои яички отложили, отложили там для потомства, и все, и закончили свое существование. А частицы, если мы возьмем частицы, то частицы вообще, некоторые частицы, как физики их узнают, они просто по следам их, которые они прочерчивают на экранах. Поэтому чем выше ритм, чем выше эволюция, тем ритм больше. Но любой временной промежуток, как бы он ни был огромен, имеет как начало, так и конец. Наше сегодня ознаменовано переходом процесса великого очищения, спускающегося по материальным уровням сверху вниз на физический план нашей солнечной системы. По мере раскрутки темного начала, а вместе с ним избыточной, отрицательной кармы системы, в нашей действительности будет восстанавливаться великий закон. И это будет происходить в ритмах уже физического времени. Поэтому данный процесс станет очевиден для человека. То есть мы с вами живем в этот замечательный переходный период, когда закончился век Кали-юги, и начинается рассвет новой юги, юги сати, юги света. Вся наша цивилизация в целом и каждый человек в отдельности. Да, кстати, сейчас ходят такие разговоры, которые якобы какие-то пришельцы дали людям на сознание, что наша вся планета вместе со всем содержанием будет переходить в какое-то иное измерение. Меня простите, но это совершенная чушь. Ни в какое другое измерение, кроме того, в котором мы с вами находимся, наша планета, несолнечная система, не перейдет. Напротив, когда закончится день Абсолюта, сформировавшаяся новая цивилизация, уйдет на весь длительный период ночи Абсолюта в Саккарис. Но об этом другой разговор в других беседах. А мы вот здесь, на этой планете, и не надо ожидать, что мы там сейчас, наши тела там видоизменятся, какую-то энергетику. Нет. Все будет происходить на нашем, этом плотном физическом плане. Вся наша цивилизация в целом, и каждый человек в отдельности, пройдет последний период испытаний и в заключительном экзамене на состоятельность. Быть или не быть. Весь индивидуальный разум, воплощенный в человеческой природе, способный снова стать великий закон, войдет в будущее. То есть он пройдет свой экзамен и войдет в будущее. А те, кто не смогут, уйдут в небытие. Вместе с темным началом. То есть тех людей, в которых очень много аналогов темного начала, которые не смогут пройти свой экзамен и состоятельность, они раскрутятся. Этот опыт Вселенная не принимает. Вселенная принимает только положительный опыт. Тот, который способствует эволюции и сохранению гармонии. По мере ухода темных, правила всех игр человеческих и сверхчеловеческих, противоречащих великому закону, будут утрачивать силу своего действия. Такова непреложная космическая объективность. А уж как это будет происходить в субъективном плане? Через войны, катастрофы, какие другие страдания, либо естественным путем, плавно и мирно, зависят от людей, от их сознательного выбора между законом и предательством закона. Вот мы сегодня с вами видим, что мир темной силы готовят к уничтожению через вирусы. Ведь уже никому не секрет, что коронавирус, он создан искусственно. и для того, чтобы уничтожить большую часть людей на планете. Поэтому те средства, которые сейчас наше государство имеет для того, чтобы мы могли как-то выжить в этих условиях, они являются единственными. И не надо возмущаться. Это сохраняет нас в этой жизни. Действительно сохраняет. Поэтому и изоляция необходима. Конечно, долго жить в изоляции тяжело. Но можно же. Вот ходят люди, выходят на прогулку, в те же магазины ходят. Но, к сожалению, враги рода человеческого грозятся, что придет вторая волна. И что интересно, если это говорит такая организация, как ВОЗ, которая нам это все грозит, значит, они это знают. А если они это знают, то они, значит, это и делают. Вообще-то, конечно, мир находится в очень странном положении. Таких после войны с фашизмом, как вы помните, судили. Нуренбергский процесс был. И судили за бесчеловечность, за уничтожение людей. А они вот живут в свое удовольствие и угрожают нам еще второй волной. Так что мы с вами живем в очень интересный момент. В помощь тем, кто способны понять и воспринять, дается знание великого закона. Они давались всегда. Но сегодня эзотерическое выходит вовне. Знания даются для всех, и все тайное становится явным. Понятие великого закона дается для человека в символах, как и любое другое знание. Человек не может воспринимать по-другому таков уровень его сознания. Вся человеческая жизнь наполнена символикой, вне зависимости от степени нашего сознания этого факта. Символика сопровождает нас от начала и до конца пребывания в этом мире. Она служит нам и заставляет или заставляет служить нас ей. От символизма детских игр через символическое образование мы входим в мир символов нашего социума и не по-детски играем во взрослую жизнь по условным правилам, о происходениях которых мы очень мало задумываемся. Огромная значимость символики в нашей жизни происходит от самого способа восприятия мира человеком и механика его мышления. Мы мыслим словами, фразами на своем языке. А что такое слово? Как неусловный символ некоего смысла, закодированного в звуке. В другом языке ход этого же смысла другой, и следовательно, другой набор символов, то есть слов, их сочетаний. В процессе мышления слову предшествует образ, понятие, но и понятие носят наш характер символов. В основном они условны, представляя собой устойчивые стереотипы, за рамки которых нашему мышлению выбраться не так уж просто. Ведь у нас существует еще ассоциативная логика. Ассоциативная логика, которая у нас зарождается при нашем рождении в этот мир и формируется в течение всей жизни. Ассоциации играют главную роль в нашем мышлении и в нашем познании этого мира. В древности важность символики никому не нужно было доказывать. Это знание входило в традиции всех народов и носило характер непреложных истин, из которых, в частности, произошла Геральдика, а также письменность, различные направления оккультных практик и так далее. Во времена Махабхарата, например, когда встречались два войска, то сражались сначала стяги, то есть символика, которая на стягах, и та символика, которая побеждала, она определяла ход сражения. И если вступали две стороны в бой, то побеждала в любом случае именно та та сторона, чья символика победила. С этих позиций давайте посмотрим на символику нашего государства. Двуглавая птица, которая сейчас у нас является гербом нашего государства, сколько раз она уже терпела поражение? Ее выбрали мы не сами. Ее нам дали заокеанские хозяева, когда формировали наше государство и ту конституцию, которую необходимо изменить. Иначе мы так останемся рабами этого глубинного государства. Поэтому нам дали такую слабую символику, которая дважды уже терпела поражение. Она потерпит и третий раз, если ее не сменить. Поэтому за изменением конституции необходимо, должно следовать изменение Геральдики, нашего государства, если мы хотим, чтобы оно было крепким, устойчивым и непобедимым. А у нас должен быть символ такой мощи, который непобедим никем. Но по мере того, как разрушались народные и родовые традиции, утратилось это знание. Обрывки его превратились в суеверие, люди перестали осознавать в должной мере значение символов, которыми они бездумно окружают себя и разучились отслеживать влияние этих символов на свое состояние и обстоятельства своей жизни. А вот вы теперь посмотрите, каждый посмотрите в своей квартире, какая символика у вас, какие символы вы держите. Я просто расскажу вам один очень печальный случай. Таких много, но я просто очень яркий расскажу случай. Так получилось, что когда ну получилось так, что нам необходимо было снимать квартиру в Москве и наши друзья помогли у своих друзей найти эту квартиру не очень дорого. Я пришла смотреть эту квартиру. Вы знаете, было такое впечатление, что вся энергетика заполнена таким кровавым цветом. Я посмотрела, на стенах висят ацтекские календари, ацтекский бог, которому приносят жертвы, которому вырывали сердца. Это ложка жертвенная, которую брали сердце и кидали. То есть вот это вот геральдика ацтекская, где совершенно кровавые и жестокие жертвоприношения были. Но те, кто знакомы с историей, они учили историю, они знают, как эти страшные жертвоприношения приносились, я даже не буду говорить. Я спрашиваю хозяйку, а скажите, пожалуйста, что у вас здесь произошло? какое-то очень кровавое действие. Ну, тут она заплакала и сказала, да, действительно. Я осталась, говорит, жива с ребенком, потому что я ушла в детский сад за ним. Когда я вернулась, это было ужасно. Были убиты свекр, свекровь и муж. И все было залито кровью. Я, говорит, не могу больше жить в этой квартире. Это квартира трехкомнатная, она одну комнату закрыла, там, с вещами, а две сдавала. Ну, что было делать? Конечно, можно было бы просто уйти из этой квартиры и не жить в ней, потому что так бы и должны поступить простые люди. Но мы не совсем простые люди. Мы очистили эту квартиру, убрали. Я спросила, скажите, а как задолго появились вот эти у вас вещи, показала на то, что висело на стенах? Она сказала, да, этот друг привез, он работал там, он, по-моему, археолог какой-то, его друг был, он привез ему просто вот в подарок, и они повесили. Понимаете, люди, не задумываясь, вешают у себя, вот особенно сейчас, очень было, ну, я не знаю, правда, сейчас, но как, но где-то в 90-е, в начале нулевых, очень было модно развешивать и ставить фигурки вуду. Вуду, это тоже религия очень черная, это тоже кровавая религия. И у себя держать такую символику, это пускать к себе в дом демонов. Поэтому вы посмотрите, какую символику держите. В начале 90-х цинизм дошел до такой степени, что очень многие чертей, статуйки чертей покупали. А посмотрите, что вы носите, какую вы одежду носите, какая символика на ваших футболках, на вашей одежде, которую вы носите. Я видела страшные вещи, когда ведут ребенка, а у него череп и кости на футболке. Родители циники, они думают, что это смешно, а это не смешно, а ребенок болеет или ребенок сильно затемняется. Никакая, любая символика работает. Мы об этом еще поговорим более подробно в следующий раз. Вот. Или я хотела как раз именно это сказать, что в последние десятилетия мир заполнил символик разнохарактерный и в большей части деградационный, вампиризирующий энергию людей и обстоятельств. А еще очень многие люди идут в рекламу. Особенно я никогда не покупаю, я не могу покупать, вот продаются влажные салфетки, где изображены детишки. Вы поймите, все, ведь любая фотография это символика, это символизм человека, она несет связь с тем, чьей фотографией она является, это его тень, это его прямой канал. И вот представляете, этих прекрасных милых детишек, их изображения, куда утилизируют? В помойку? и какая информация детям идет из помоек? Или пакеты, на которых тоже человеческие изображения, их фотографии? Что идет этим людям? Эти люди болеют, эти люди страдают, у них рушится их родовая карма, они приобретают новую карму, не свою, а ту информацию, которая по этим каналам к ним приходит. Поэтому будьте бдительны и смотрите, что вы покупаете и где вы участвуете. Это очень важно. Если бы люди знали о силе символики, то, наверное, они бы задумывались и многое бы не делали. Наши предки очень многое знали. Даже моя бабушка сколько раз мне передавала. Вот она мне, например, говорила, «Деточка, никогда не поднимай крест, который лежит на дороге. Даже если он усыпан драгоценностями, не поднимай, пройди мимо, потому что они знали, откуда понятие несет свой крест. Ты берешь крест, ты принимаешь действительно страдания, какой бы он ни был, золотой, с бриллиантами, неважно. То есть поднимать ничего нельзя вообще с земли, потому что это все может быть закодировано, заряжено. Вот у меня был случай, например, у людей, люди купили дом, у них все было в семье до этого благополучно и хорошо, они купили дом, как дачу себе в деревне, но у них все пошло наперекосяк, все стало очень плохо. Мы, они меня попросили помочь, но это наши друзья были, поэтому мы поехали, мы помогли, и я нашла место, нашла место, когда около дома, под домом, когда копнули, там был зарыт крест. Вот, пожалуйста, мы убрали, разрядили, у них все восстановилось, они прекрасно живут, до сих пор прошло уже где-то порядка, наверное, 15 и больше лет. так что не нужно думать, что появление в широком обиходе разрушительной символики это случайность, результат непреднамеренного невежества. Это непреднамеренное невежество у тех, кто эту символику покупает и приобретает, а те, кто ее создают, они прекрасно знают, что они делают. Невежество людей, конечно, способствует распространению и популярности ее. Но сама эта символика конструируется грамотно, сознанием дела, кодируя человеческое сознание и упрощая содержание, интенсивный, бесконтрольный выброс своей энергии и в итоге ведет к самоликвидации. У нас даже есть такое понятие программы на самоуничтожение. И мне приходилось с людей очень часто снимать именно эту программу на самоуничтожение. Вы знаете, когда у нас была Академия энергоинформационных наук, о которой я вам рассказывала в первых лекциях, у нас был даже целый отдел по изучению деревенской магии. Так вот, как раз эта порча, это есть, когда дается программа на самоуничтожение организма. И, кстати, не всегда смертельная порча убивает человека. Она дает много страданий, болезней, но если у человека карма положительная, он всегда приходит к очагу спасения, когда с него эту порчу снимают. И тот, кто это делал, не добивается своей цели, а получает себе обратно то, что он послал по великому закону. Успехи науки современности, технический взлет принято у нас бодро трактовать по правилам жизни нашего социума как невиданный прогресс человеческой цивилизации. Однако каждый вдумчивый мыслитель, анализируя социальные процессы, в общем и в частном, не может не ужаснуться пессимистическим прогнозом, вытекающим из данного анализа, сколь быстро человечество этот агрессивный, многоядерный плазмодий, растекшийся по планете, наращивает в своих руках персонал средств уничтожения во внутренней войне против себя же самого. В то же время потенциал нравственности, способность сохранить его на планете как вид, тает на глазах. В поисках ошибки, где и что пошло не так в этой глобальной жестокой шахматной игре, которую разыгрывают своей жизнью наша цивилизация, а также в поисках рецепта более выигрышной позиции в борьбе за выживание мы вглядываемся назад, в историческую ретроспективу, пытаясь в памяти человечества разглядеть пройденный путь в надежде на мудрость древних, вспоминаем мифы, сказки, предания, пытаемся расшифровать, возможно, закодированную в них дорожную карту для нас и их потомков. И правильно делаем, ибо сила в завете предков. Но чьих предков? Европейский ум уже две тысячи лет программируется парадигмой ветхого завета. За этот срок программа вошла в плоть и кровь и стала основой мыслетворчества даже на уровне бессознательного. А это чей завет? Чьих предков? В этом пункте не надо искать националистические мотивы. Все уходит значительно глубже. Дело не в превосходстве одной нации на другой. Дело в том, что в этом мире должно все находиться на своем месте, выражаясь всеобщим множеством, полной гармонии. Человечество в сути своей едино, и нужно добиваться, чтобы эта суть воплотилась в действительности, но единство не достигается путем смешивания одного и другого в одном стакане, смешивания кислого с пресным. Человечество, как организм, единство которого обеспечивается слаженной работой множества органов и их систем. Каждый орган имеет свое место, свои особенности, свой генезис и никакого смешения. Если начать искусственно смешивать клетки различных органов, от такой глобализации организм уж точно не поздоровится. И это даже при том, что генетическая основа у всех клеточек одинакова. Уничтожением границ для достижения свободной диффузии одного в другое можно получить только хорошую питательную смесь, но никак не единую жизнеспособную систему. Понимание принципов строения малого дает нам аналогию для понимания большей масштабности. Как органы в организме народа на планете каждый имеет свою линию в общем развитии человеческой расы. Раскрывая во времени свою индивидуальную суть и этой линии каждый народ должен быть верен. Если народ отрывается от своих корней и прививается к чужим, то он теряет свою суть, точки ориентира, для него размывается смысл жизни и это неизбежно ослабляет и растворяет его. Поэтому инстинкт самосохранения заставляет вспоминать своих предков и их заветы, возвращаясь к своей этнической культуре, это закономерно и справедливо для всех народов всего мира. Возвращаясь к Ветхому Завету, который программировал нас на протяжении многих поколений, как не увидеть, что он черным по белому впечатывает в сознание жизни и развитие человека полный черного пессимизма. Великий библейский мудрец-экклезиаст даже заботливо предостерегает от излишнего стремления к мудрости, ибо познание это просто томление духа. Потому что во многие мудрости многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Почему скорбь? Потому что библейское время циклично. Все, что было, все, что будет, уже было. Все возвращается на круги своя. Вот оно, основное правило игры, которое навязано европейской цивилизацией. А время Вселенной течет спирально. Накручивая свои витки по плоскостям материальных уровней и создавая в них ритм динамики. Каждый виток времени проявляется в этих уровнях материи неким временным периодом, в течение которого природа в процессе своей жизни накапливает некие блага. Опыт, потенциал силы, степень своего совершенства. По завершении этого периода, этого года, в момент перехода к следующему витку спирали, природа может выйти на следующий виток спирали, на следующую ступень развития, если она успешно достигла годности, то есть созрела для этого перехода и так далее в принципе до бесконечности, ибо нет предела совершенствованию в эволюционном пути. Механика зацикленного времени, не выходящего в спираль, работает следующим образом. Движимый временем сообразуется собирательный мировой процесс, который воспринимается как созидательный, поскольку он стремится интегрировать воедино все разобщенное, но когда период завершается и подходит к моменту перехода, процесс жизни наталкивается на обрыв, рельсы обрываются у пропасти и в эту пропасть с разгону летит все накопленное добро и кому-то остается только пошире раскрыть эту свою пасть, чтобы поглотить все, что летит в эту пропасть. То есть пожрать жертву, поглощая энергию разрушения. То есть все заканчивается катастрофой, хаосом, обнулением. Затем с новым витком времени сообразуясь из обломков прошлого, жизнь начинается снова, процесс повторяется, как заезженная граммпластинка, ничего нового, полная безысходность. А ведь эта программа была заведена в действие и работала уже задолго до составления Библии как таковой. Песни Экклезиаста это поэтическое переложение смысла, давлевшего над ближневосточным мировоззрением со времен Гильгамеша и раньше программы, отработанной тысячелетиями на множестве вариантов погибших и ушедших в прошлое человеческих сообществ. Необходим выход из этого порочного круга мы уже можем учитывать исторический опыт развития в этом цикле, в котором систематическое самоуничтожение неизбежно достаточно уже наступать на одни и те же грабли, раз за разом выступая под знаменем чужого завета. Надо бы возродить свою корневую истину, чтобы обрести устойчивость, но это будет нелегко, ибо стоит представить себе какова сила прагматичного интеллекта тысячелетиями пасущего человеческие цивилизации, подобно стадам на пространствах земли, конечно же, это нечеловеческая сила. Человек живет, как мы уже говорили, ну сто лет, и вот он мелькает, мелькает, мелькает. Для этого интеллекта, который собственно и создает наше бытие, мы как одномерки, как для нас одномерки, бабочки одномерки, или стрекозки однодневки, так мы для этого интеллекта, то есть для этого темного ведущего, темной пирамиды, они не перерождаются уже, они живут там на энергетических просторах, и им, конечно, очень легко пасти нас, они смотрят за перерождениями своих, так сказать, адептов, и они у них выполняют ту программу, которую они им задают. Точно так же, как мы, каждый человек рождается со своей программой. Вообще человек рождается со своей программой, которая построена по его карме, по тому опыту, который он получил, положительный опыт и отрицательный суммируется, выявляется градик, и этот градик определяет судьбу же а здесь уже вот так вот он тысячелетиями пасет человеческие цивилизации подобно стадам на просторах земли. И, конечно же, это не человеческая сила. Нужно понимать, если мы решили изменить правила игры, понимать хотя бы для того, чтобы отбросить беспечную самоуверенность в этом состязании. Однако, как было уже сказано, время сегодня благоприятствует этому. Время работает на нас. Изменить правила игры так, чтобы вывести процесс жизни в спираль по восходящей можно только с позиции великого закона Вселенной. Этот закон в смысле очень велик. Но познаваем, ведь он лежит в основе нас самих, нашего гена, нашего разума, всего, что нас составляет изнутри и всего, что окружает нас снаружи. Постижением всего на свете возможно по степеням. Для этого дана символика великого закона, первичные знания его десяти ступеней, десяти основных законов мироздания, десяти принципов, а также луч внимания высших сил, ведущих к выздоровлению нашу больную действительность и помогающих всем, кто стремится к тому же. Первое правило, которое следует осознать, первый бой, который мы даем темному началу, это бой к себе. Поскольку невозможно направлять действие силы великого закона против кого-то, а самому остаться вне этого действия, это невозможно. Также невозможно вступить в рукопашную схватку с темными и остаться незапятнанными. Вспомним бычок смоленой бочок сказку древнюю. Мир един в своей сути, и законы квантовой механики доказывают это, объект субъект неразделимы, находятся в постоянной взаимозависимости и взаимосвязи, а взаимодействие между разумными существами, то есть, например, взаимодействие внутри сообщества строится именно аналогично законам квантовой механики. сам очищен от темных аналогов. Это и определяет в первую очередь степень его способности вобрать в себя силу великого закона, пропустить ее через себя в окружении обстоятельств. Символика привлекает силу, но сила, превышающая возможности человека, пропустить ее без разрушения его природы, дана не будет. Объясню, что это такое. То есть, мы можем пропустить через себя только такую силу, на которую способна наша природа пропустить. И если наша природа не способна пропустить, то великий закон и светлые силы никогда не дадут силу больше той силы, которую мы можем принять. Поэтому, чтобы нам принять большую силу, нам нужно строить внутреннюю гармонию. Чем у нас больше, чем у нас будет больше выстроена гармония, тем больше энергии светлой мы можем принять, и тем больше мы можем ее проявить в эту действительность. Отсюда первичная необходимость очищения, совершенствования своей природы, как физической, так и психологической, нравственной. В первую очередь нравственной. Таково первое правило нашего влияния на наш мир. мир это энергия, скрученная в материю. Слово энергия мы часто употребляем для обозначения материи в более тонком и динамическом ее состоянии и допростят нас физики, что мы это слово, этот термин используем вот в таком порядке. Статика материи состоит из устойчиво зацикленной динамики энергетических вихрей, которые являются элементарными частицами, составляющими материю физического мира, и мы воспринимаем эту материю как плотную, вещественную. Любую часть материального мира можно раскрутить до энергии, ее составляющей и обратно. Любую часть мира можно воссоздать из океана энергии, в который он погружен. То есть мы любое, ну вот смотрите, если мы вспомним, был такой, к сожалению, он недавно ушел с Атисая, он материализовывал. Как он материализовывал вещи? Он именно материализовывал из энергии, он из энергии создавал вещи, я сама видела эти вещи, люди привозили, показывали, и у нас было випхути, которое не кончалось, потом, правда, этот пузырек куда-то исчез с этим випхути, ну, значит, всему свое время. Энергия это та же материя, только другого уровня, другого измерения. Высшие планы сущности человека, наша психологическая схема, ее содержание, наше сознание, наш разум, они принадлежат к энергетическому миру. Как сказал Державин, где кончил творит и телесно, где начал ты духов небесных. Вот это нас разграничивает как раз мир физический и мир духовный. А человек является промежуточным звеном, он одной своей частью является частью физического плана, как тело его, физическое тело, а другой божественной частью он входит в мир энергии, в энергетический мир, божественный мир. То есть находится в другом измерении. Вот. Но тем не менее эти и разум, и сознание, и психологическая схема, которые входят в энергетические миры, составляют с плотным тесной связи, с плотным телом, принадлежащим физическому миру, составляют единую систему, и в этой системе не существует непреодолимой пропасти, между этими взаимосвязанными уровнями. Одно способно переходить в другое. Только надо знать великий закон и его закономерности, которыми все обусловлено. Разрыв между духовным и материальным в человеческом представлении, непрерывные философские баталии на тему, что первично, что вторично, и что из этого реально, что нет, все это морок абрамистического мировоззрения, мертвящего и дробящего на части единый живой мир. Все можно назвать материей в различных состояниях, и дух материален, и материя духовна. И мысль, которая рождается в нашем сознании, тоже материальна. Только она, как мы уже говорили, настолько слаба, что нуждается в средствах для ее воплощения. Мысль, которая рождается в сознании высшего божественного разума, способна самоотворить миры, а потому сначала мысль, затем слово, затем дело. Как гласят ясные в зороастризме, благая мысль, благое слово, благое дело. Вот на этом я сегодня заканчиваю. Заканчиваю. Я позволила себе сегодня читать, потому что тема очень сложная и большая, и мне хотелось как можно больше смысла вам дать, а не растекаться мыслью по древу. Поэтому я так все это сконцентрировала и большую часть вам читала, разъясняя то, что посчитала нужным разъяснить. Если будут вопросы, задавайте. Это начало книги «Эзотерика жизни», которую мы написали, так сказать, согласно нашему учению. «Эзотерика жизни» «Эзотерика жизни» «Эзотерика жизни»